Привет, с меня зовут Савар, и в этом выпуске будет про самый милый городок Таиланда, городок Пай, а также про наш первый опыт с мопедом. А я пока кофейку свою. Сегодня мы едем в городок Пай в горы, и говорят, что одно из самых красивых гостей в Пае это дорога в Пай. И я уже начинаю этому говорить. Насколько я понимаю по этим значкам, это не только вип-буз с откидывающими сидушками, но тут можно петь караоке, смотреть кино по DVD, играть в кости и карты, ну и с девочками тоже все ок. Я правда не представляю, как внутри этого автобуса можно сделать что-то ок с девочками, но колоночки есть, караоке тоже. А мы стояли на привал, где-то в горах, до Пай остается 40 километров. Говорят, что по дороге Пай 700 с чем-то поворотов. Я, конечно, не считал, но судя по тому, как там укачивает, я сплавен в это поверить. Пай это не Ван Венг. Здесь приятнее, здесь намного дешевле, здесь намного больше жизни, и здесь есть борщ. Вот эту кафешку основал товарищ из Харькова. Мы даже хотели с ним пообщаться, но, к сожалению, он вчера уже улетел в Украину на две недели, так что, увы. А здесь огромное количество барчиков, кафешечек, массажных салончиков. Вечерами, естественно, свет превращается в ночной рынок, где можно за двадцатку хорошо покушать. А вот на таком мопеде я сейчас пойду учиться кататься, потому что без мопеда здесь реально никуда. Сивилизация. В итоге спасибо местному дяде. На мопеде я научился идти очень быстро, а чтобы отметить события, мы пошли в парк. А сегодня мы приехали на Пай каньон. И именно, что приехали на мопеде. Вот на этом красавчике красненьком, который я уже почти умею водить, почти не боюсь машин. А вот он, Пай каньон, куда мы сейчас пойдем. А сам Пай каньон выглядит вот так. Узкие тропиночки, по бокам обрыв. И действительно каньон. Говорят, тут на закат вид очень красивый. Ну и так, очень даже ничего. Ну что я скажу. Пайский каньон красив. Но вот сюда, в шлепанцах, я, пожалуй, не пойду. Но красиво. Но нет. Красота. После Пайского каньона мы решили, что эггэ, и у нас же есть мопед. И мы можем посетить больше одного интересного места за день. И поехали на Балбуковый мост через рисовое поле. Да, ребята, дорога к Бамбум-бриджу это что-то. Было бы крепление, но руль поснимал бы. И зато сам Бридж выглядит весьма и весьма недурственно. Он идет через рисовые террасы. И он реально бамбум. Красота. И мы так катались, катались. И совсем забыли, что правильно. Забыли залить бензин. Но без приключений мы не умеем, потому что у нас закончился бензин, мы заглохли. Спасибо добрым тайцам, подвезли до ближайшего поселка. Я купил бензин, подвезли обратно, взвалили бензин. Я надеюсь, что город мы терпедим нормально. А Франк комары кушали? Да. Все, накушался. Поехали дальше. Сейчас мы поднимаемся. К Белому Будде. Почему именно сейчас и зачем вообще? Потому что вот. Говорят, здесь особенно клевые закаты. Ну и да, вверху уже очередь ждет наблюдать закат. Фух. Тоже смотрят на закат. Не факт, конечно, что у нас сегодня будет. Точнее, он точно будет, но не факт, что будет красивым. Раз закатом у нас сложилось как-то не очень, мы решили поехать встречать рассвет, но и здесь как-то не очень получилось. Встать пять утра, проехаться по ночным джунглям, объезжая местных собак, которым пофиг, чтобы что, чтобы встретить рассвет на каньоне. На видео-то видно лучше, чем на фото. Ну, рассвет мы не увидели, потому что туманище. Такой, наползающий. Зато сделали кучу клевых, вот на этом утесе. И не мы одни здесь такие. Следующая интересная окрестность Фая, это китайская деревня. А в пути к ней мы заехали посмотреть на пруд. С небольшим косяком рыбок. Ну, вот и рыбалка должна быть хорошая. У меня такое ощущение, что они сейчас будут подгрызать колонны пирса, а потом есть нас, когда мы упадем. Мы приехали в так называемую китайскую деревню. И пока что она выделяется только тем, что здесь очень много красных фонариков и иероглифов. На самом деле, в интернете говорят, что это не более чем большой рынок, на котором много китайского чая и прочих китайских продуктов. Ну, архитектура своеобразная. В целом симпатично. И горы. Все лучше, когда есть горы на фоне. Дракончик вон стоит. Очередная обзорка. В этот раз от китайской деревни. И так как на китайской, это первая плавная обзорка здесь. Красиво, не поспоришь. И греточки внизу. Почему бы и нет. Сегодня внезапно попали на какой-то буддийский ивент. Я обязательно это загуглю. Написано, что это конец какого-то буддистского дэя. Здесь перегорожена улица. На сцене толкают речи. Продается дешевая еда. Горят импровизированные факела. В общем, происходит что-то интересное. И очень красивые неоновые колеса кругятся. Вон впереди красиво. Пойду посмотрю. Открытие дня. Кролячий кафе. Можно заказывать чай, кофе, мороженку. А по столу перед тобой будет бегать такой вот милый кролик. А тут не происходит ничего необычного. Просто цапли пастут коров. И иногда катаются на них. Чуть-чуть. И под конец выпуска двух с половиной минутный мастер-класс по приготовлению салата из авокадо, папайи и еще кучу-кучу-кучу всего. Смотрите сами. Я тут понял, что я много раз фоткал тайскую еду. Но ни разу не снимал, как делают тайскую еду. Вот это любимый салатик ФАМ, который здесь сейчас прям будут делать. Это любимый салатик ФАМ. Что-то такое средненькое, я до сих пор не понял. Ну что-то вкусное. Авокадошка. 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 Это сделано из тамарин. В Таиланх, мы используем что-то из продуктов. Это очень вкусно. Вот, как-то так это все происходит. Все, что нужно знать по дороге из Бая в Чонгвай. Один поворот. Где-то считать. А вот теперь нам поднеслась. А мы едем в Бангкок. На сегодня все. В следующем выпуске будет Бангкок, Бангкок, снова Бангкок. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы увидеть еще раз Бангкок. Ставьте лайки. А у меня новые клевые шуровары. Я не могу и не похвастаться. Это клевые тайские шуровары. Мне просто очень нравится. Лайк за шуровары. Спасибо.